Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет подробный разбор и составление плана питания. Правильное питание обладает приоритетной ролью в жизни любого бодибилдера, при этом не имеет ни малейшего значения, чего вы хотите добиться, набор массы или же сушки. Давайте теперь попробуем рассмотреть, как же на самом деле должен питаться настоящий спортсмен. Для начала стоит определиться собственными целями. К примеру, для того, чтобы похудеть, необходимо съедать калории меньше. Чем вы тратите их в течение всего дня? Если же хотите поддерживать вес, то надо будет найти некий баланс между поступлением и тратой калорий. Однако, прежде всего, нам стоит найти все же усередненную цифру, при которой вы не будете ни терять вес, ни набирать. Несмотря на то, что все строго индивидуально, примерный коэффициент все же существует. Вес в килограммах умножаем на 30 и равно. Это будут ваши калории. Чтобы начать набор массы, необходимо к получившемуся числу добавить 500 калорий. Однако, не стоит забывать о различиях между каждым индивидуальным человеком. Если вы активный по жизни эктоморф, нет ничего необычного. И при добавлении 1000 калорий вместо 500, как вариант, можно воспользоваться коэффициентом, разработанным специально для активных эктоморфов. Ваш вес, умноженный на 50, равно вашей калории. Теперь вопрос стоит, каким же образом усвоить такой большой объем пищи. Вам придется есть каждые 2-3 часа, чтобы, подобно оружейнику, беспристрастно снабжать собственный организм боеприпасами. Данный подход к пище особенно полезен эндоморфам, так как способен раскручивать обмен веществ. Немаловажным фактором является и процентное соотношение БЖУ, способное сбалансировать все процессы растущего организма спортсмена. Наиболее удачное соотношение выглядит так. 60% мы берем из углеводов, от 25 до 30% белки и от 10 до 15% жиры. Если соотношение белков и углеводов еще и можно как-то изменить, то жиры лучше не трогать вовсе, так как это может негативно сказаться на нашем здоровье. Отдавайте предпочтение качественным продуктам. Начните готовить сами, так как приготовленная пища и тем более полуфабрикаты, как правило, являются рассадником расстроя здоровья. Будучи эндоморфом, отдавайте предпочтение сложным углеводам. Жиры лучше выбрать растительного происхождения. Исключением является лишь рыбий жир. Давайте теперь приведем небольшой пример. Предположим, ваш вес 100 кг, вы хотите набрать еще массы. Умножьте свой вес на 30 и добавьте 500 калорий. Итого, для набора вам будет необходимо употреблять 3500 калорий. Чтобы понять, сколько вам нужно калорий из белков, жиров и углеводов, просто умножьте полученное число на эталонную величину процентов. 3000 умножаете на 0,6 равно 1800 калорий из углеводов. И 3000 умножаете на 0,3 будет 900 калорий из белков. И 3000 умножаете на 0,1 300 калорий из жиров. Для еще более удобной наглядности полученные калории мы переведем в граммы. 1800 делим на 4, 450 грамм углеводов. 900 делим на 4, 225 грамм белка. И 300 делим на 9, 33 грамма жира получается у нас. Теперь вы полностью вооружены и готовы к битве. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok